друзья всем привет настал момент нам покидать город стамбул вот мы его покидаем западной части он раньше здесь начинался вот это вот стены константинополя и я так понимаю что раньше город он был ну вот этой дороге не было то есть они вот это все насыпали там парк сделали насыпали и то есть это все насыпная земля здесь потому что скорее всего стены константинополя они были прям возле воды как вот эти деревья сейчас растут как эта набережная а сейчас здесь просто люди отдыхают приходят пикник делают вот это вот дорога она интересная тем что она во-первых кеннеди авене называется в честь американского президента во вторых мы сейчас туда прямо поедем и там будет сейчас туннель через босфор это один из четырех способов как минимум как его можно пересечь то есть вот именно по земле ну по почве вот такой по грунту то есть там есть еще три масла помимо этого туннеля и конечно же есть паромные переправы разные но и в общем сейчас мы находимся в европейской части турции здесь небольшой кусочек возле стамбула это европейская часть турции и когда мы переедем через босфор мы окажемся уже в азии то есть это единственное место на планете где мы можем переехать европы в азию вот так вот по мостику ну либо по туннелю как в данном случае здесь парковка кошек очень много красивая набережная и с этой набережной открывается очень такой интересный красивый вид на босфор так мы едем прямо до а в сарая туннель называется а еще нужно отметить что никак не возможно перебраться на ту часть босфора на ту часть стамбула бесплатно но на машине как мне кажется в любом случае если вы поедете через мост вы заплатите если вы поедете через туннель вы заплатите вот они стены здесь некоторых местах они сломаны но вот я так понимаю что они вот таким вот образом мы были прямо на берегу и просто за вот это все время они уже засыпали здесь от воевали у моря часть себе суши и расширили тем самым стамбул стамбул очень большой город как я вам уже говорил но в длину около ста километров протяженность его и вот здесь вот собственно мы сейчас они это еще не здесь чуть позже будет босфор и мы уйдем под землю это простой обычный туннель кстати здесь для того чтобы ездить по всем вот этим делам нужна специальная наклейка я ее все так и хотел купить и не купил в прошлый раз тоже по платным дорогам ездил ездил в итоге заплатил через интернет там зашел по номеру машины заплатил вроде бы без штрафа не знаю как щас здесь то есть они пишут везде что даже прямо на знаках что нужно вот это вот виньетка чтобы оплачивать так всякие разные порты здесь султанах нет честно говоря я не знаю первый раз когда я приехал стамбул мне как-то больше понравился больше зашел сейчас я уже когда я уже знаю что такое пульсия что можно найти но уже снова мне не так сильно впечатлил в этот раз я не знаю какой раз я уже здесь второй или третий я уж не помню второй помог но это связано с тем что я не люблю большие города и мне нравится вот когда много людей когда много машин когда вот так вот дороги толком не погулять погулять только где-то можно ли в парке или на набережной или еще что-то а еще и плюс ко всему душновато сейчас поэтому вот они это все остатки стен а с правой стороны я так понимаю вот это уже новая территория остатки стен константинополя вот вот здесь пишут что высота туннеля 280 всего лишь ограничение по скорости 70 килограмм в час там должен быть тариф ну и вот опять же мы проезжаем скорее всего камера просто зафиксирует так либо 50 либо 20 лир стоит проезд одно из двух но все равно это очень мало вот так вот мы проехали камера зафиксировала наш номер и все скорее всего я буду платить потом конечно лучше чтобы была у вас наклеечка на стекле ассиа это я так понимаю азия тоннель называется ассиа ассиа ну и вот такой тоннель он он невысокий но удивительно друзья то что он находится под водой раньше я такие тоннели видел только в японии вы едете 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 по земле и с какой-то момент вы просто спускаетесь под воду под воду вот наверное где то здесь он начинает синеньким подсвечиваться скорее всего вот в этом моменте уже мы под водой едем под пасфором из европы в азию под землей это точно так же как султан копал вот стенами константинополя тоже проход копал хотел под стенами пройти точно так же и здесь под пасфором если бы люди бы знали тогда что можно было вот так вот так вот проехать на машинке под пасфором причем он все время погружается сейчас уходит вниз вниз и сейчас идет я смогу катимся накатом в общем какой-то момент я так понимаю мы будем подниматься сейчас мы еще даже до центра не доехали потому что он очень широкий в этом месте почему они здесь именно этот туннель и здесь сделали у меня загадка там были места и по уши то есть под нами сейчас над над нами толща воды я не знаю сколько там тонн воды и вот они вот так подсвечивают синеньким чтобы вы понимали что вы сейчас под водой едите а вот здесь вот участки мы проезжаем прямо танкеры ходят большие корабли и все вот основные прям дороги вот отмечены короче говоря эти пароходы разные вот вот здесь самая низкая . и вот самая глубокая темно . здесь находится этого туннеля и вот сейчас над нами может быть запросто там корабль какой-то проплывать и не знаю какой даже по размеру немного конечно не по себе потому что если что-то пойдет не так этот туннель просто моментально зацепит за одну секунду если какое-то землетрясение или еще что-то я не знаю даже что просто может его очень быстро затопить если вы едете по мосту там хотя там тоже такая высота поспор пересекать вот так вот это всегда наверно риск поэтому лишний раз конечно здесь лучше не ездить но 50 лир если стоит проезд в принципе это достаточно бюджетно но для турции я не знаю руки наверно тоже не могут прям каждый день себе здесь позволить вот так вот ездить потому что 50 лир это достаточно ну накладно так в принципе для для обычного турка если там еще не больше возможно там еще будет больше вот сколько мы едем сколько он идет туннель не заканчивается где-то здесь мы уже поднимаемся возможно здесь уже сейчас то есть они его когда делали они его именно сделали для таких для легковых машин либо для маленьких грузовичков они его не делали он не был рассчитан для того чтобы здесь большие машины ездили да навигация уже думает что мы там наверху где-то по стамбулу едем а мы еще до сих пор под землей вот он выезд но километров 5-7 минимум здесь есть конечно же и если вы хотите пересечь в общем босфор то вы можете также выбрать мосты открытые высокие по ним проехать это тоже будет круто ну либо через туннель мне просто навигация показала может быть в следующий раз я по мосту проеду мы уже ездили по мосту в Чинакале мы там пересекали не босфор мы там пересекали тоже пролив пролив Дарданеллы и я подумал что по мосту мы уже ездили в этот раз проедем так в общем вы практически весь Стамбул можете проехать вот по таким дорогам это такие типа магистрали отъездных здесь они ни с чем не пересекаются у них везде развязки и нет никаких светофоров никакой заторможенности не будет то есть будете постоянно ехать постоянно просто в какой-то момент будет больше машин будет движение немного медленнее но никаких стопоров здесь вообще нет остановок и сейчас вот мы находимся уже в азиатской части Стамбула там будет у нас уже другой аэропорт все другое здесь в Стамбуле как минимум 3-4 аэропорта находятся по крайней мере и вот я вам как говорил уже там от одного до другого аэропорта расстояние примерно в 70 км может быть 60 км и прямо по этой трассе вот можно в Ангару еще ехать ну вот эта часть Стамбула она по-моему появилась раньше чем та западная часть здесь вроде как бы ну не знаю поприличней по культурней все и так далее вот эта трасса D100 по которой мы сейчас едем и она по-моему будет вот туда как раз по Анкаре идти и там от Анкары потом тоже по центральной части тоже цель вот это мы сейчас едем по городу Стамбул то есть никаких светофоров никаких пробок никаких задержек ничего хотя здесь очень много людей живет на самом деле но немногие конечно могут себе позволить машину но все равно вот развязки, мосты мы сейчас на этом пути вот сколько мы проехали мы заплатим только за тоннель все остальное вроде как бы будет бесплатно то есть вот то что мы сейчас едем по этой дороге это будет бесплатно а в Европе если бы мы ехали вот по такой дороге с вероятностью 80% пришлось бы деньги заплатить потому что это типа объездной идет она такая широкая и как бы не все сюда могут то есть они одним с одной стороны типа деньги делают а с другой стороны создают пробки и маленькие дороги стоят а вот Стамбул себе может позволить сделать такую дорогу еще у них лифты есть вот на таких переходах эскалаторы есть на таких переходах сегодня еще мало машин скорее всего потому что сегодня праздник видите везде плакаты татюрка и в общем о, с Ирана что ли приехал в город и в общем день независимости сегодня в Турции и в Казахстане что примечательно тоже день независимости вот этот центр только количество дней и лет независимости разное у них больше 100 лет а у нас по-моему сколько 30 там около 30 там вот поэтому наверное мало машин в городе и цены приличные тоже такие на отель а это Кювейт с Кювейта он приехал на эти решения вот, видимо все сейчас поехали на побережье сейчас август сентябрь это бархатный сезон в Турции не жарко цены они уже потихонечку начинают снижать все туристы уезжают в школу учиться детей собирать и в общем сентябрь и октябрь в Турции это считаются самые такие месяца когда вы можете еще позагорать но вам не будет жарко и цены будут ниже намного чем летом ну может быть не намного но ниже в общем и вот мы до сих пор едем это все Стамбул ну то есть у них он как бы длинный 100 километров но он у них тут не напичкано он такой широкий вот у нас тоже президент хотел чтобы Алмату не точечно застраивали а именно застраивали вот так в ширину а у нас все равно фигачат точечная застройка коммуникаций нет парковок нет и все равно все одно на другое а здесь он вот тут в ширину ну у них конечно позволяют у них такие же дороги широкие если бы у нас была бы вот такая магистраль широкая без светофора без ничего но хотя у нас есть Альфараби все равно она стоит вот это друзья справа и слева это настоящие растения они их посадили там кусочки земли есть они видимо как-то это тоже поливают то есть вот вырыли туннель хотя они могли в принципе и повыше сделать но они в общем сотрали здесь кусок земли и чтобы не были серые стены бетонные они это взяли вот так вот украсили сколько мы едем сколько мы едем спокойно ни один раз я на тормоз не нажал ни одного светофора не было бывает такое что чуть-чуть затормаживают предтормаживают чуть-чуть из-за того что здесь ну может быть перестраиваются машины или еще что-то но не останавливаются ни разу и вот метро тоже вот до сюда до сих пор идет метро то мы уже проехали мы уже скоро будем возле аэропорта второго инфраструктура очень хорошо развита конечно это это главное вообще по всей Турции вот это они четко понимают что у них должны быть хорошие дороги у них должен хорошо общественный транспорт работать кстати я по Стамбулу спокойненько ездил на автобусе автобус ждать долго не надо только к остановке подошел он уже сразу стоит и они прямо один за другим ездят у них выделенные линии они ездят быстро порой даже быстрее чем на такси на автобусе можно поездить некоторые люди закрывают прям флаги очень много прям даже номера закрывают а мы сколько здесь едем уже практически до другого аэропорта доехали это кстати дочь от Ататюрка в честь видео назвали аэропорт второй здесь и вот я думаю можно с уверенностью сказать что прям можно вот от аэропорта до аэропорта доехать через весь Стамбул проехать ни одного светофора не будет это конечно очень круто и здесь помимо вот этой трассы здесь сто она бесплатная есть еще платная магистраль по которым вы тоже так же можете проехать бесплатно вот видите очень много флагов и прям некоторые люди даже номера свои закрывают этими флагами очень очень большого размера потому что и у них и так много флагов а сегодня прям особенно и здесь как минимум две или три вот такие дороги которые проходят прям не просто обводные через объездные через Стамбул а вот прям мы проехали через самый центр то есть мы заехали был тунель прям возле самой центральной точки мы прям проехали под дворцами султанов под ними под ними либо под ними либо где-то рядом сегодня я окончательно решил покинуть Стамбул и вообще его все здесь окрестности здесь конечно классно но я уже захотел поехать к морю поехать туда где есть отели все включено в Стамбуле как бы тоже есть такие отели но в общем я захотел отдохнуть от путешествия потому что путешествие по Европе было достаточно таким ну непростым таким можно сказать изнурительным быстро мы там все проехали быстро посмотрели и честно говоря я хотел может быть там подольше побыть но в общем виза была на 3 месяца коридор до конца года а саму визу дали на 3 месяца пребывания и я решил там несколько недель себе оставить ну на всякий случай потому что бывает такое что в Грузию к примеру не могут не пустить человека и ему нужно как-то будет выбираться то есть из Турции выезжать чтобы машину вывезти поэтому я там 2-3 недели себе оставил даже наверное больше на то чтобы на у меня было время до конца года выехать к примеру из Турции через Европу там или еще как-то я сейчас еду в сторону Пурсы в сторону Чанакале как раз оттуда где мы закончили путешествие в прошлый раз где мы переехали по мосту через пролив Дарданеллы и уехали в сторону Греции возле Чанакале и там у меня на примете есть несколько отельчиков тоже там все включено с ужином отельчики ну это отель на берегу вы туда приезжаете просто платите грубо говоря заход у вас там все еда все включено завтрака и ужина как правило мне хватает потому что я на завтраке могу там сделать себе бутерброд в обед перекусить а вечером покушать и как бы все мне достаточно 2 приема пищи вполне либо там фрукты какие-то покушать в обед и в принципе это нормально потому что здесь нужно наоборот следить не за тем как как бы наесться а за тем как бы много не съесть потому что в Турции все очень вкусно и много сладостей всяких разных и вообще это ну ничего хорошего конечно в этом нет когда человек много кушает я выезжаю по вот такой вот трассе это и 80 О2 по-моему или О4 ну короче здесь есть речка такая залив и в общем ее можно либо объехать там туда поехать далеко там большой объезд будет километров я не знаю может 50 объезд либо просто проехать напрямую по мосту и еще можно на фэйре перейти я тоже посмотрел там фэйре где-то в районе 150 лир ну вместе с машиной где-то наверное 200 будет стоить ну плюс-минус может 150 170 200 вот О4 и 80 трасса называется и там сейчас чуть-чуть дальше будет как раз вот этот залив я вам его покажу то есть вы либо вон на фэйре можете перейти там правее есть еще место где еще можно больше срезать либо по вот этому мосту проехать Османгази его пересечь либо можно ехать по бесплатной и туда 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 объезжать там неизвестно сколько я не знаю там есть что интересное нет вот я в сторону бурс и в сторону измира и 80 она так туда и идет и возможно она периодически будет бесплатная возможно периодически платная ну тут такая система вы проедете 500 километров и заплатите там какие-то смешные деньги вообще может быть 5 евро 10 максимум евро но вы сэкономите кучу времени очень много топлива сэкономите и для машины когда вы едете по таком магистрали это конечно же намного лучше единственный минус что трасса вот такая платная она проходит вдали от всех туристических мест от всех красивых мест далеко от побережья как правило она проходит то есть она создана для того чтобы водителю здесь безопасно было чтобы он не отвлекался ни на что и ну это просто как на самолете пролететь из точки А в точку Б и ничего интересного как правило не будет вот где-то здесь за поворотом здесь у них вот склады вот это все уже промышленная часть Стамбула но Стамбул уже закончился это его по всей видимости уже область либо какая-то прям супер мега окраина я не удивлюсь что это еще до сих пор Стамбул я уже по нему тут третий день можно сказать еду ну конечно его можно проехать быстро очень за пару часов но да Стамбул уже закончился вот дороги ведут короче говоря мне надо вон туда на Капурсу Капурсу это мост по-турецки я уже некоторые слова выучал поэтому у меня есть понимание вот сюда мне надо стрелочка показывает да Осман Казы Капурсу а туда дальше видимо дорога уходит на Анкару там еще куда-то в центральную часть либо вот по поперечью вот этого черного моря куда-то туда уходят дороги а это я ухожу туда в сторону измира измира в ту часть ну вот он собственно вот этот пролив про который я вам говорил он достаточно большой такой и мост 222 метра тоже длинный он является частью вот этой магистрали по которой я сейчас еду и соответственно то есть вы на него как бы заехать не можете вы должны сначала заехать на магистраль вот можно наверное здесь заехать самая ближайшая точка но я решил там прям возле отеля заехать в самом близком месте где я был и короче говоря поехать в Турции очень много вот таких вот карманов сервисных так здесь можно спать ну как бы в Европе тоже такие места есть но здесь они прям гигантские большие и мост очень красивый между прочим интересно там будет смотровая площадка прям такой крутой да парковка будет как раз прям перед мостом будет парковка по всей видимости да вот сервисная арена и заправка и покушать можно ведь вот они какие молодцы они понимают что красивое место красивый мост и люди захотят остановиться пофотографироваться посмотреть разглядеть мост и в общем они сделали здесь такую возможность как раз таки еще прям такое серьезное у них остановка смигра сам киевси Тавук Дунайс вот это тоже такой ресторанчик бюджетный в Турции есть ну и конечно же все забито потому что вчера был праздник и по всей видимости это вот до сих пор люди отдыхают флаги здесь даже магазины у них не просто этот а здесь какой-то шоппинг центр прям рядом с этим мостом они понимают что людей здесь будет много и вот прям создают все условия для торговли здесь есть вот такой отель Хексаполис вот собственно этот отель и вы можете прям в этом отеле с видом на мост остановиться за ночевать если вы здесь рядом проезжаете через этот пролив вот вот там где-то где корабли стоят там можно перебраться на фейри вот там с одного края на другой но вот это фейри это с одной стороны хорошо когда альтернативы нет здесь просто через мост проехать по всей видимости будет и быстрее и более бюджетнее но фейри это такая романтика всегда можно тоже проехать удовольствие получить там где корабли стоят по всей видимости порт а туда объезжать конечно это уже намного дальше вот так вот называется это один из моих любимых ресторанов в Турции здесь есть еще балкончик там машина стоит моя и здесь вот вид на этот мост я прям не мог удержаться только вот отель чуть загорашивает а так вообще идеально можно внутри там тоже но вот этот именно того кунайса он именно здесь на самой первой линии круто сейчас покушаем здесь как всегда очень вкусно и очень бюджетно за 5 максимум за 10 долларов можно прям до отвала наестся с напитками вообще со всей едой можно выбрать они на мангале на огне готовят овощи можно выбрать можно выбрать мясо курицу потом салаты разные меню очень большое всегда очень вкусно и очень бюджетно еще есть кофта Иисуф тоже типа этого но они примерно одинаковые и по ценам и в общем очень крутая стоянка конечно мне она прям понравилась вы здесь и поспать можете и вообще все что угодно сделать и вот зарядки для электромобилей и уже они наряду вот с этими заправками и все уже идет к тому что заправки уходят а делают вот такие вот островки большие с ресторанами со всеми делами и человек приходит здесь отдыхает от дороги и собственно шопится и все делает то что ему может здесь понадобиться вы если будете с той стороны ехать вы сможете сюда заехать и если со стороны Стамбула будете ехать тоже сможете заехать по мосту по этому проехать заезжаю на мост в общем на самом деле не сложно построить мост через реку через пролив сложно построить высокий мост потому что во первых здесь очень сильный ветер и ездят здесь грузовики тяжелые машины то есть он шестиполосный три полосы с одной стороны три полосы с другой стороны и когда дует ветер когда вот это все вот так вот висит на весу это конечно ну не так просто это все сделать и когда это все тяжелое когда это все подвижное когда он нагревается он увеличивается уменьшается когда охлаждается и так далее то есть сам мост держится вот на этих двух тросах которые натянуты между вот этими двумя пилонами и то есть вниз вот тросы уже больше которые держат именно дорожное полотно это конечно ну из области какой-то фантастики наверное для наших строителей вот а в Турции это вот делают мост пожалуйста высокий мост на высоте я не знаю сколько здесь высота даже но мы очень высоко сейчас едем и 200 метров и и через пролив через море я не знаю как там построили Керченский мост как он выглядит но по моему аналогов вот таким мостам вообще наверное нигде в СНГ нет по всей видимости там с той стороны со стороны из мира со стороны Чинакале есть еще пляж но здесь наверное рядом с портом не очень интересно ну заеду сейчас посмотрю и в общем круто конечно круто очень они построили вообще все вот эти мосты и в районе Чинакале где мы проезжали тоже там тоже похож такой же мост тоже он очень красивый он по длине тоже красивый он по длине тоже похожий и вообще в принципе здесь все похоже а вот Кремальди Лайнс между прочим это корабли на которых мы путешествовали в Испанию и это по моему итальянская сутокодная компания скорее всего она сюда приходит ну по крайней мере наверное какой-то грузовой корабль точно приходит я не знаю насчет того что ферри это или нет ну грузовой точно приходит и видимо как-то можно сюда тоже на ферри попасть в Стамбул я заплатил 190 лир только за проезд по мосту но это в любом случае меньше чем объезжать либо ехать на ферри хотя на ферри наверное примерно тоже так же вышло бы просто здесь как бы получилось быстрее и в любом случае она того стоит потому что это кратчайший путь кратчайший маршрут и в общем я там проехал часть еще по магистрали видимо это все вместе считается скорее всего не знаю я по-моему еду еще до сих пор по магистрали скорее всего я только за мост заплатил ну в общем не так или иначе в любом случае это получилось меньше чем вы будете объезжать где-то там кружить или на ферри ехать там ждать в общем я проеду еще километров 50-60 по этой трассе и потом съеду уже буду там по побережью искать бесплатные дороги может быть место для ночлега потому что в принципе в машине уже не жарко спать скорее всего сегодня заночую в машине я решил съехать с платной трассы не потому что здесь в общем оно стоит там каких-то денег а просто потому что я устал ехать по ну по магистрали по широкой просто никаких видов нет и как бы одна и та же дорога но все равно в любом случае когда вы едете по бесплатным дорогам там они более такие живописные они более в интересных местах как правило проходят и больше остановок можно сделать и в общем 35 лир я заплатил всего лишь я заехал возле аэропорта и я не знаю сколько километров сто проехал может быть меньше ну и в общем с мостом вместе у меня примерно там где-то 220 лир это меньше 10 долларов получилось самое многое это как бы мост стоит проезд по мосту а вообще вот так вот в целом здесь дороги они очень мало стоят еще возможно они посчитали то что у меня было то что я до этого по Стамбулу ездил и скорее всего там все вместе это получилось но в любом случае я зайду потом еще проверю возможно если что-то нужно оплатить конечно же обязательно через интернет это все можно будет оплатить потом чуть-чуть похуже дорога чуть-чуть похуже буквально но зато они уже мне вот эти привычные дороги турецкие такие четырехполосные и в принципе поинтереснее должно быть такие вот у меня остановки с видом на черное море вот финики растут ешь не хочу я уже их честно говоря так объелся да они спелые здесь немного стоят поэтому уже надоело рвать их где попало вот это тоже все финики вот это темные финики можно покушать это зеленые финики и черное море пожалуйста красота а вот это вот города которые я проезжал уже я уже не помню как они называются они тоже вот на холмы вверх идут причем они все вот эти города сколько я проезжаю они все не туристические и здесь мало зелени вот наверное уже после только бодрума начнется более-менее такая природа где будет зелень леса а здесь во-первых ни туристов нет ничего нету хотя море в принципе чистое вода чистая почему сюда туристы не приезжают из Астамбула наверное тоже люди сюда не приезжают я даже смотрел когда по букингу думал какие-то отели здесь где-то остановиться нет здесь не развита туристическая вообще инфраструктура а море вот чистое пожалуйста этот город называется Гимлик вот так он растянулся отсюда и до сюда и вот я его проехал и здесь чуть-чуть выше есть вот такая мечеть с рестораном с детской площадкой и здесь прям можно вообще классно заночевать место просто идеальное машин нет далеко от дороги и в общем там возле вот этого города Гимлик на возвышенность есть мечеть и берите себе на заметку прямо на берегу Черного моря наверху еще плюс ко всему на горе вообще место идеальное я думаю даже здесь если костер рожечь никто ничего не скажет аккуратненько мангал можно рожечь либо вон там где-то вставить ну то есть в принципе мест много координаты этого места точные спутниковые а я еду дальше вот там трассы и по этой трассе вот эта бесплатная трасса прямо недалеко от нее я решил свернуть и оказалось не зря на дороге эти 575 это по которой я еду и вон они в принципе здесь рядом и тут вот та и 881 опять это они здесь рядом и тут они одинаковые по ширине по сути по скорости ну скорость там наверное может быть 120 здесь 90 на 30 км скорость здесь меньше но мне наоборот это лучше потому что там у меня не получается медленнее ехать а я хочу медленнее ехать рассматривать поэтому вот эта 575 она мне более предпочтительна но они как бы все равно вместе идут и смысла даже туда никакого выезжать нет я вообще честно говоря для меня загадка вот эта магистраль очень хорошая такая дорога четырехполосная с отбойниками по краям она вообще на платную похожа на европейскую платную и они взяли там еще дорогу построили более ровную с туннелями и так далее и там вообще проезд просто 3 копейки стоит ну типа того что там 100 км где-то 10 лир стоит проехать или ну в общем непонятно зачем они там построили дорогу они молодцы конечно но как бы для чего это было сделано просто видимо эта дорога она более идет так больше по городам по мне так это вообще единственное отличие что здесь просто скорость меньше и то что ну она не такая ровная как та и все а так в принципе вот по этой дороге вам даже будет интереснее ехать если вы хотите Турцию изучать стоимость топлива прям растет на глазах я когда приехал вот сколько пару месяцев назад 25 сейчас уже 38 и вот это все отразится вот эта страшнейшая инфляция она отразится конечно же на на всех ценах здесь и прям галопирующая конечно инфляция одинаковое расстояние по километражу и по времени тоже одинаковое примерно расстояние поэтому если объезжать много не надо я всегда выбираю вот такие вот дороги еще как я вам говорил уже раньше если вы едете по бесплатным дорогам ну навигацию выставляете чтобы она вас вела по бесплатным только она периодически знает где можно заехать на вот такие вот платные магистрали и проехать собственно по ним бесплатно то есть нисколько не заплатить до или после пункта пропуска и ну они как бы здесь и так очень мало стоят а еще плюс ко всему можно вообще бесплатно ездить потому что ну здесь одна такая большая магистраль широкая и они позволяют местным жителям по ней проехать потому что альтернативных трасс нет просто есть маленькие дорожки какие-то такие проселочные но правительство это понимают и вот как бы все для людей стараются чтобы людям комфортно было потому что по всей видимости здесь раньше трасса проходила какая-то старая и они на месте этой старой трассы сделали магистраль поэтому могут ездить вот они опять придорожные сервисы начинаются в большом количестве заправки ну все как в Европе вот по мне так Турция заслуживает быть в Евросоюзе допустим больше чем Болгария или может быть даже чем Румыния потому что у них здесь больше все как-то по европейски чем вот в этих странах которые я вам сейчас сказал наверное здесь даже покруче чем чем в Венгрии будет то есть именно вот это вот все что связано с дорогами с сервисом для людей то что вот они стараются вот это все делают еще раз решил спуститься к Черному морю и проехать здесь по берегу здесь очень много городов в принципе инфраструктура развита я думаю дорога будет нормальная проходить нормально возле берега и поеду по берегу может быть где-то буду делать остановки купаться потому что уже соскучился по морю и в общем здесь еще очень много ферри очень много ферри пассажирских на которых вы можете собственно перебраться на тот берег либо машину перевезти на тот берег Черного моря где Стамбул и ну в принципе вообще здесь вариантов много всяких разных поэтому я решил по берегу поехать потому что там я еду просто пустыня степь ну ничего такого красивого здесь хотя бы вода вода тоже степь пустыня ну хотя бы вода и вон там один ферри я уже вижу пошел возможно даже вот видите здесь несколько вот буду и до автобус автобус написано не мудане хаси феррибо то есть здесь их несколько здесь несколько портов и из нескольких портов собственно уходят я думаю в сторону Стамбула уходят ну и наверное не только в сторону Стамбула скорее всего можно куда-то и в бодрум попасть то есть я думаю здесь вариантов много на ферри покататься а нет бодрум же с другой стороны ну короче говоря здесь по черному морю можно на ферри покататься только что проехал город Мудания он такой небольшой город и вот здесь пожалуйста черное море вот так вот выглядит там марина там старый центр есть тоже небольшой такой все уютно компактно еще не знаю пока какие здесь цены потому что я думаю здесь останавливаться не буду ну вот здесь есть пляж вот люди купаются прыгают со скал ну здесь не такое как прям вот в том море где мы с вами ездим но все равно тоже чистая вода и недалеко от Стамбула место тоже находится вот рядом с этим городом Мудания Мудания если я правильно говорю и вот здесь разные кафешки и есть еще вот такая вот большая парковка я думаю здесь тоже можно ночью останавливаться с видом на черное море вот координаты этого места прямо на берегу здесь не то чтобы спать здесь даже можно приехать просто покушать в кафе в рестораны и прямо на берегу это все можно просто так постоять очень много здесь вариантов где можно покушать городочек назывался Мудания и вот я сейчас еду дальше по берегу такой серпантинчик проходит здесь береговая линия тоже встречаются отели очень много здесь ну не так много конечно как хотелось бы но все равно встречаются и много ресторанов все с видом на черное море проходит здесь серпантинчик периодически попадаются вот такие вот стоянки остановки очень много где в Турции можно остановиться бесплатно переночевать вот так на ночь таких мест прям очень много в отличие от Европы нужно отметить что здесь попадаются прям очень красивые места такие возле моря заброшенные и прям к морю можно спуститься здесь такое не избалованное туристами место так здесь что здесь по-моему дорогу делают и вот там еще сейчас марина есть вот так называется это место и нужно отметить что весьма здесь прям миленько так не избалованное туристами но я думаю и соответственно здесь инфраструктуры туристической тоже не будет должным образом поэтому такие места диковатые но удивительно что такие места здесь есть рядом прям со Стамбулом практически дорога серпантины скалы и все это на берегу Черного моря и вода очень чистая что самое интересное вот еще немного проехал от вот этого города Мудания и здесь есть такой самобытный такая типа деревеньки или городочек со старыми домами со старыми зданиями прям он так хорошо здесь сохранился вот и культуру у них тоже тут вообще абсолютно не туристический но все такое вот здесь интересное прям и магнитики видимо местные приезжают сюда потому что ни иностранных номеров ни европейцев вообще никого не видно город такой прям интересный на берегу тоже Черного моря находится это вот если со Стамбула ехать в сторону из мира наверное следующий город будет буквально вот парочку отелей и они то есть здесь вот в таких вот старых домах бутик отели все так скромненько но очень самобытно и похоже на вот европейские деревеньки где мы с вами проезжали но все так по-турецки то есть с турецким уклоном органик инжир здесь по-моему еще есть какая-то у них башня там или какой-то замок укрепления ну интересный такой городочек в принципе мне понравился но я думаю я задерживаться не буду вот здесь с правой стороны что-то такое древнее Мудания Белиндиси вот Мудания если поехать это вот назад поехать а это вот немного рядом в сторону из мира вот друзья собственно координаты этого места я сейчас чуть-чуть отъехал здесь там как раз дорога заканчивается уходит от моря в центральную часть уже здесь серпантин уходит свернул со всех трасс просто выехал по проселочной дороге захотел проехать здесь повсюду ветряные генераторы подсолнухи поля никого вообще кроме меня здесь нет по-моему здесь даже никто не ездит это какая-то старая дорога для тракторов или еще для кого-то и я вот так уже километров 30 или 40 еду просто наслаждаюсь тишиной пейзажами вообще никаких абсолютно раздражителей нет ни машин встречных ни машин сзади никого абсолютно подсохла чуть-чуть здесь травка уже вот к концу лета когда я еду съехал зимой практически везде была абсолютно зеленая трава а сейчас вот видно что уже такие почва такая похожа земля на нашу казахстанскую вот здесь ближе к Стамбулу проехал еще чуть-чуть по берегу я обнаружил вот такой вот кемпинг с зеленой травой с вот такими бетонными площадками под палатки и на берегу Черного моря всего лишь 100 лир стоит с машины ну либо с палатки и вот там у них туалеты там всякие разные умывальники и так далее и тому подобное я думаю я поеду дальше еще 100 лир это по сегодняшнему курсу меньше 5 долларов это припарковаться где-то в Европе на пару часов где-то просто в городе припарковаться парковка будет столько стоить а здесь все условия полностью абсолютно все создано там по-моему еще электричество и так далее ну не туристический город ни одной машины не было с иностранными номерами и в общем как бы вся инфраструктура все есть там мангальницы есть можно спокойно вообще остановиться но я думаю я проеду еще чуть дальше потому что пять часов только там посмотрю где-нибудь может еще найду что-нибудь похожее но 100 лир это это просто вообще ни о чем это ну в Стамбуле тоже да на сутки как бы припарковаться на один день 100 лир у них здесь еще видимо старый курс зато прямо на берегу в принципе место хорошее вот сейчас покажу вам координаты этого места я думаю на автодоме тоже можно заехать и и заночевать магазины здесь кафе ресторан ну да у них здесь 70 лир сэндвич стоит это 2-3 доллара даже меньше еще еще чуть чуть дальше я проехал гигантский пляж просто очень большой тоже с парковкой со всеми делами все то же самое только по моему бесплатно если я не ошибаюсь такой пляж полудикий очень много машин немного пыльно а вот здесь вот парковка и обычно как бы на таких парковках можно прям под деревьями бесплатно вообще встать тут тоже рядом вода есть все условия Турция это конечно вообще для кемпинга просто идеальное место можете найти себе вообще в любом абсолютно уголке где остановиться и здесь вообще без разницы где вы спите в машине в палатке вообще никому до этого дела нет еще и душевые кабинки все четко я обычно с удовольствием искупался но наверное чуть-чуть проеду дальше хотя можно искупаться пойти место прямо однозначно заслуживает вашего внимания с этой стороны здесь такие горы парк национальный с зеленью я даже не знаю я сейчас туда поеду еще на запад даже не знаю смогу там проехать или нет потому что навигаться хочешь чтобы я назад ехал и место типа такое тупиковое вообще туристов нет вообще даже местных нет и пляжи такие спокойные можно отдыхать душ загорать все чисто очень а правда медузы есть но как бы если аккуратно купаться то все нормально будет и припарковаться очень много мест где можно припарковаться с ночлегом поспать много машин 16 регион 16 цифра это по моему бурса посмотрите в интернете и скорее всего они сюда приезжают купаться но очень культурно и все прям на уровне на таком лавочке чистенько и я думаю отели тоже здесь должны быть в принципе мне понравилось вот координаты этого места этого пляжа четко кафе тоже здесь есть и все бюджетно все очень бюджетно но со вкусом а слева вот это парк зеленый он туда уходит километров наверное на 30 может быть даже на 40 вовнутрь вправо и соответственно здесь очень чисто будет с одной стороны море а с другой стороны лес просто хвойный ну как в Кемере только извините меня там цены просто какие-то невероятные ну там как бы и покрасивее чуть-чуть но все равно то есть приехать вот рядом со Стамбулом пляж просто идеальный на целый день даже можно приехать сюда меня единственно что вот только беспокоит вот навигатор здесь рисует маршрут мне возвращаться там видимо скала уже все тупик а вот здесь вот куда там можно поехать и он прям хочет навигатор чтобы я прям объезжал прям хорошо существенно не хочет чтобы я прямо ехал хотя там дорога есть вот типа такой там должно быть дороги но видимо она серпантинами идет извилистая такая и может быть узкая поэтому может быть она просто немного медленная и скорее всего он хочет чтобы я объезжал самое главное чтобы там не было какого-нибудь тупика или не было закрытой дороги потому что ну в Турции обычно они так вот не любят делать что они любят чтобы все равно проезд был посмотрите какая красота еще на закате что-то мне подсказывает что должна идти дорога вот так до вот этого города Бардима по-моему или еще что-то типа этого но навигация не прям отказывается туда меня вести таким образом как я хочу и хочет чтобы я развернулся тут осталось уже ехать километров ну может быть 30 максимум может быть ей не нравится что я по национальному парку еду и может быть типа здесь нельзя ездить короче говоря не знаю она постоянно хочет чтобы я развернулся а мне здесь нравится мне нравится что здесь зелень с одной стороны с другой стороны море и вообще все так культурно красиво вода вон бежит воду набирайте сколько хотите родникова в любом количестве прям большими емкостями набирают люди ну все как в Турции а вот навигация хочет чтобы я развернулся здесь заканчивается одна вот провинция начинается другая как раз вот на границе я думаю что я там смогу проехать потому что широкая дорога она ну не может просто так закончится тупиком такая прям невероятная здесь красота сейчас еще солнышко будет туда как раз садится здесь прям к воде можно подъехать написано что-то ну а инжир опять растет опять инжир растет как всегда у них здесь все просто можно остановиться хотя инжир мы и в Италии так рвали тоже на дороге кушали круто интересно мне почему вот это место не облюбовали кемперы и вообще почему сюда не приезжают именно вот сюда вот только что она отуплилась тут 38 километров ехать а она хотела чтобы я 70 в объезд проехал гугл навигация там по-моему какой-то порт я не знаю видимо здесь просто дорога медленно идет но она очень красивая и поэтому я хочу здесь ехать я вообще не буду съезжать сейчас солнце туда начнет садиться как раз будет закат и вообще все четко самое главное что она отуплилась и что она нашла дорогу просто дорога будет вот такая вот немного узкая но мне как раз наоборот нравятся такие дороги серпантины и я вообще люблю море с одной стороны мне наоборот нравится что мало машин что я могу здесь воздухом свежим подышать в общем круто там лодочки вот в таких местах вот в таких местах очень легко найти себе парковочное какое-то место для ночлега если вы путешествуете на автодоме или еще на чем-то вот этого города сейчас я вам чуть позже покажу как он называется в Бардима там еще один пляж ну и все так дико с одной стороны с другой стороны культурно мне здесь нравится доехал до пляжа здесь собственно туалеты а еще и голубой флаг пляж то есть голубой флаг дается только очень крутым пляжам где есть туалеты где есть чистота и так далее и тому подобное вот здесь вот я уже начинаю замечать кемперов с турецкими номерами пока но все равно здесь еще круче пляж чем я вам показывал чем тот пляж где я купался здесь вообще с голубым флагом пляж и вот вот это люди приехали на автодомах некоторые они будут здесь ночевать супер возможно я уже сейчас скоро буду искать место для ночлега да это вот все палатки ставят кемпинг делают вон там тоже кемпинг делают вон там тоже прям целый палаточный городок друзья я понял здесь в какой-то момент заканчивается дорога и начинается грунт то есть покрытие просто грунтовое километров 20-30 наверное и там по серпантину но это наоборот классно потому что здесь очень много диких мест вот таких вот с пляжами где можно прямо остановиться и поспать можно и наоборот такие вот места они больше по мне я сейчас поеду в магазин куплю продукты и где-нибудь там дальше остановлюсь за ночью а здесь прям невероятная красота какая это скалы и вот там бросают они машину на дороге и спускаются чтобы покупаться вот в таком море красивом а я сейчас еще дальше поеду вот так вот дорога здесь испортилась ну просто грунт камушки ну ехать можно и тем более у меня машина вообще может где угодно ехать поэтому мне не страшен серый волк просто обалденная какая-то природа повсюду вот эта ягода ежевика растет деревья столько зелени ну соответственно здесь как бы и комары будут ну я думаю я что-нибудь придумаю в общем вот координаты этой местности здесь очень много стоянок где вы можете приехать и палатку разбить и вообще все что угодно и на авто доме встать и ну вариантов здесь много друзья летит истребитель сначала видно как он пролетает а потом за ним уже звук на сверхзвуковой скорости пролетит никто вообще не ездит в грунт там вот я вижу пляжи и уже закат потихонечку но грунт, камни и пыльно очень поэтому никто сюда не лезет но зато такая тишина такая природа красивая столько зелени просто нечто и и и и и и и и и